предпекторальной реконструкции и лучевой терапии. Таким образом, я бы хотел остановиться на тех возможностях, которые сегодня появились у нас с новыми имплантатами и с новыми материалами, которые мы имеем на сегодняшний день исторически. Еще в 1971 году вы видите, что были первично установлены предпекторально имплантаты с полиуретановым покрытием. Это практически уже 60 лет этой истории. И мы понимаем, что история движется по спирали, и периодически мы возвращаемся к тем вехам, которые начинались далеко в прошлом еще веке. И три основных вопроса, которые мы себе поставили для обсуждения сегодня. Почему, когда выполняется одномоментная предпекторальная реконструкция, какое покрытие имплантата и есть ли необходимость дополнительного укрытия эндопротеза при использовании предпекторальной установки и влияет лучевая терапия на результат. Таким образом, почему и когда мы выполняем одномоментную предпекторальную реконструкцию. Видите, существует много показаний для предпекторальной реконструкции, много статей на сегодняшний день обсуждается о возможности такого вида реконструкции. И мы видим, что показаниями к препекторальной реконструкции после мастектомии у больных рака молочной железы, в том числе и после установки субпекторальной имплантата для коррекции анимации и капсулярной контрактуры. Критериями могут быть пациенты с достаточно хорошей подкожно-жировой перчаткой на ткани молочной железы, вариантами для проведения подкожно-жировой трансплантации, не курящие пациенты, хорошо кровоснодообразные постмастектомические лоскуты, отсутствие в анализе неодеванной терапии, а также отсутствие тяжелой сопутствующей патологии. Таким образом, какие преимущества при пекторальной реконструкции на сегодняшний день, мы выделяем, это, безусловно, отсутствие повреждения функционально щадящей операции, когда мы не пересекаем большую грудную мышцу, это минимизация болевого синдрома, это сокращение времени госпитализации и отсутствие анимационной деформации. Приоритет в принципе понятен, и он в пользу выбора препекторального пространства при реконструкции. Важным критерием, конечно же, в нашей клинической практике является оценка ВИЧ-теста и наличие хорошей подкожно-жиротной помечатки при планировании и установке имплантами. Еще одна статья, которая была посвящена преимуществам или недостаткам тех или иных видов реконструкции при раке молочной железы, в том числе разбирались различные виды. Это одноментная реконструкция аутологичными лоскутами, отсроченная реконструкция аутологичными лоскутами, одноментная реконструкция имплантатами и двухэтапная реконструкция, двухэтапная одномоментная, или так называемая одномоментная обскоченная реконструкция при помощи экспандера импланта. Таким образом, какие преимущества имеются у одномоментной реконструкции имплантатами? Это более экономический вариант, более короткий реабилитационный период, быстрое достижение эстетического результата, лучший эстетический эффект при отсутствии одевантной лучевой терапии, и это все делается в процессе одного хирургического вмешательства. Второй вопрос, который мы вынесли на обсуждение, какое покрытие имплантата, есть ли необходимость дополнительного укрытия имплантата, если мы его устанавливаем препекторально. Опять-таки, я возвращаюсь к истории данного вопроса. Видите, что еще даже в 1978 году впервые было опубликовано исследование у 89 пациенток, у которых была выполнена мастектомия, и препекторально были установлены эндопротезы, и в том числе авторы тогда отметили, что резко выросло количество осложнений в течение первого года после операции. Таким образом, основными осложнениями они отмечают капсулярную контрактуру и экструзию, и потерю имплантата. Также было одно исследование, которое было посвящено ретроспективному обзору пациентов, у которых препекторально устанавливались имплантаты, и дополнительно эти имплантаты укрывались оцеллюлярным дермальным матриксам. В этой статье тоже также отметили количество осложнений, таких как инфицирование, серому и некроза кожных лоскутов. Еще одна статья была посвящена препекторальной реконструкции, и в этой статье широко обсуждался вопрос, нужно ли вообще покрывать дополнительно препекторально установленный имплантат, и если да, то каким материалом. Соответственно, вопрос основной стоял, нужна ли дополнительная поддержка мягких тканей, или же можно обойтись без нее. И как вы видите, что в исследование вошло 107 пациенток с препекторально установленными солевыми имплантатами, без ацеллюлярного дермального матрикса, частота экструзии составила около 6%, и частота капсулярных контрактур около 21%, и 155 пациенток после кожесохранной мастектомии с препекторальной установкой имплантата, или же тканевого экспандера, без укрытия ацеллюлярно-дермальным матриксом, где частота осложнений таких, как экструзия, составилась около 7%, а частота капсулярной контрактуры около 8%. Таким образом, эти исследования подчеркнули актуальность проблемы капсулярной контрактуры, несмотря на техническую целесообразность самой препекторальной установки имплантатов, или же дополнительного укрытия его каким-либо материалом. Таким образом, какие преимущества и недостатки мы видим у имплантатов с различного рода покрытием? Видите, что полиуретановый имплантат – это, безусловно, стабильность, это менее выраженный ПТОС после рассасывания полиуретанового покрытия, снижение риска серома и капсулярной контрактуры, но есть возможность развития РЭД-синдрома и высшие риски инфицирования. Текстурированное покрытие. Формируется, безусловно, естественный ПТОС. У нас есть возможность этого увидеть. Более предпочтительная методика при наличии уже ПТОСа с контрлатеральной стороны и, если нет необходимости, выполнять какое-либо вмешательство на контрлатеральной молочной железе. Увеличивается риск серомы капсулярной контрактуры и ротации имплантата, но отмечается, что ниже риск инфицирования. Таким образом, здесь обсуждается вопрос, необходим ли текстурированный имплантат, установленный препекторально, дополнительно укрывать каким-либо материалом, либо сетчатым, либо же ацеллюлярным гиммальным матриксом. И основной вопрос, который мы выносили на сегодняшнее обсуждение, влияет ли лучевая терапия на результат? Безусловно, как отметил предыдущий лектор, речь шла о том, что лучевая терапия, конечно же, существенно влияет на эстетический результат независимо от вида установки имплантатов, будь то препекторально или же под большую грудную мышцу. И вы видите, что, безусловно, при отсутствии лучевой терапии эстетический результат во всех исследованиях лучше при одномоментной реконструкции. И вы видите, это был анализ 62 статей, где все авторы однозначно склонялись к тому, что лучевая терапия ухудшает результаты одномоментной реконструкции, независимо от установки имплантата, либо препекторально, либо под большую грудную мышцу. Что же говорится у нас в случаях, в рекомендациях НСН по лучевой терапии? Конечно же, мы предсказать 100%, будет ли лучевая терапия у этих пациентов или нет, мы практически можем на консилиуме. Но есть случаи, когда лучевая терапия при патоморфологических находках назначается уже пациентам, у которых мы не планировали проведение одевантной лучевой терапии. Каким образом рассматривается вопрос выполнения, дополнения лучевой терапии в одевантном режиме у пациенток с первично отвернабельными формами рака молочной железы? Видите, что реконструкция, безусловно, входит в план лечения. При отрицательном, безусловно, здесь речь идет о мастектомии или с биопсией сигнального лимфоузла, либо с лимфоденектомией и возможной реконструкцией, при отсутствии поражения регионарного коллектора и опухолевого узла менее 5 сантиметров и краев резекции более чем 1 миллиметр лучевая терапия не рекомендуется. И в случаях, когда мы говорим о том, что имеется поражение регионарного коллектора и высокие факторы риска развития локального рецидива, включая медиальное и центральное расположение опухолевого узла и опухоль размерами более 5 сантиметров, молодой возраст, наличие лимфовоскулярной инвазии, это все говорит о том, что возможно проведение одевантной лучевой терапии в последующем, независимо от вида реконструкции. Такие же рекомендации существуют в Российской Федерации, рекомендации РОМ от 2019 года, я не буду перечислять, тут все вы увидите, рекомендации Минздрава, в частности, когда и как проводить лучевую терапию при первично-операбельной форме ракомолочной железы. Ну вот несколько примеров, как проводится оконтурирование при препекторальной установке имплантата. Вы видите, что на снимках слева это само оконтурирование и 3D-реконструкция во фронтальной проекции у пациентов, у которых имплантаты установлены препекторально. Таким образом, что мы включаем в зону переднюю боковую поверхность грудной стенки парастернальные лимфоузлы препекторальной и акселярной области. Сама методика, она широко известна, как кожесохранной, так и подкожной мастектомией. Выполняется она традиционно, фасциально-футлярное удаление молочной железы, сохранение кожных чехлов. Хорошо, если у вас есть возможность оценить адекватность кровоснабжения лоскутов при помощи ICG или же при помощи специально существующих аппаратов. Но если у вас такой возможности нету, ничего страшного в этом нету, правильно выполненная операция сохраненной сосуды позволяет избежать в большинстве случаев некроза кожных лоскутов. При наличии дополнительно хорошего покрытия таких проблем не возникает. Препекторально устанавливается имплантат. Чаще всего в своей практике мы используем имплантаты с полиуретановым покрытием и небольшой опыт нашего отделения. За три года у нас установлено 345 имплантат при пекторально реконструкции одномоментных после удаления молочной железы. И мы сделали некоторые выводы, почему, несмотря на планирование лучевой терапии, мы предпочитаем одномоментную реконструкцию. Много задавал вопросов нашим радиологам. Все-таки, что легче облучать, экспандер или имплантат? В большинстве случаев, конечно же, лучевые терапевты склоняются к тому, что облучение экспандера – это большая проблема, чем облучение имплантата в связи с наличием металлического встроенного порта. Но, в принципе, хирурги к этому относятся двояко. Некоторые хирурги говорят, что два этапа – это лучше, чем один этап, и можно после установки экспандера облучение потом исправить все те недостатки, которые мы видим после установки экспандера. Но мы в своей практике, проведя данное исследование, пришли к мнению, что здесь можно сделать два вывода. Первый вывод – конечно же, эстетический результат одномоментной реконструкции, он более предпочтительный, чем результат двухэтапной реконструкции. Вы видите, что есть возможность сохранения кожного чехла, есть возможность сохранения сосково-ареолярного комплекса, есть возможность сохранения субомарной складки. И это все не нужно потом реконструировать на втором этапе. Возможность выполнения этого всего, сохранения всех этих анатомических структур всего лишь за один этап. Тогда как двухэтапная реконструкция, конечно же, требует второго этапа. И независимо от того, что была проведена лучевая терапия во всех этих группах, вы видите, какие результаты мы получили. В группе с имплантатами, с дополнительным укрытием, то есть установкой под большую мышцу, или же дополнительным укрытием сетчатым, или же ацеллюлярным дермальным матриксом, в этой группе мы получили около 30% осложнений. И мы сравнивали эту группу с основной группой исследования. Это препекторальная установка имплантатов. Чаще всего, я еще раз повторюсь, это были полиуретановые имплантаты и последующая лучевая терапия. В этой группе мы получили 27% осложнений. Собственно говоря, из этого мы сделали вывод, что в двух этих группах процент осложнений был примерно одинаковым. Но преимущества одномоментной реконструкции, конечно же, было больше, и я их перечислил выше. Несколько результатов наших операций. Видите, это пациентка с удаленными молочными железами, подхожная мастектомия с двух сторон, с другой стороны профилактическая мастектомия по поводу носительства мутации в гении. Видите, вид пациентки через год, и через 10 месяцев после лучевой терапии на молочную железу препекторально установлены полиуретановые импланты довольно-таки большого объема. Еще одна пациентка, тут два сравнения, как полиуретановый имплант, так и текстурированный имплантат. Мы уже начали набирать группу пациенток, у которых мы устанавливаем препекторально. А здесь, Дельшедович, прошу прощения, время. Видите, что у данной пациентки 6 месяцев после операции и месяц после адюантной полихимиотерапии и уже в процессе лучевой терапии. И результаты пока нас полностью удовлетворяют пациентку. Конечно же, этих всех пациентов нужно наблюдать длительное время, чтобы понять наличие капсулярной контрактуры, ее нарастание, проявления, клинические проявления капсулярной контрактуры. И мы говорим о том, что в последующем этот вид реконструкции имеет право на жизнь. Таким образом, в заключении мы хотели бы сделать вывод. Одномерно, препекторальная реконструкция молочной железы предпочтительнее, несмотря на развитие возможных осложнений после лучевой терапии. Введение в практику препекторальной реконструкции после подкожной кожесохранной мастектомии с лучевой или без лучевой терапии, безусловно, улучшает качество жизни пациентов. И использование эндопротеза с полиуретанным покрытием позволяет выполнить реконструкцию на качественно новом техническом уровне без необходимости дополнительного укрытия. Спасибо большое.